Привет, сегодня 21 мая, до выхода Диабра 4 остается 2 недели, надо бы так скажем подвести итоги, то есть что известно на один момент об игре, я думаю потом еще будет такой один ролик, я думаю новости еще прибавятся, да и с выходом в игры будут прибавляться, но уже интересные подробности известны об игре, но во-первых это про донат, донат показали, донат он никак не повлияет на игру, то есть будут только внешние эффекты. Внешние эффекты будут соответственно выходить сезоны, но это как лиги в пое, и в каждой лиге у тебя будет battle pass, то есть battle pass он бесплатен для всех, но есть премиумный платный, с дополнительными наградами, но на геймплей ничто влиять не будет, то есть вот как разрабы говорят, это модули внешки только, но в принципе я им верю, это все таки не Diablo Immortal, не для телефона игра делается, так что тут подставы, я думаю не будет действительно, донат он будет только полностью косметическим, ну и к тому же даже будет донат, ну я имею ввиду, доступны какие-то эффекты, как разработчики сказали, даже будут выпадать с врагов, то есть даже без battle pass, ну и в battle pass он сам по себе и бесплатный будет, без донатный тоже там будут награды, но соответственно меньше, чем в донатном, то есть самое важное, что донат на игру не повлияет на игровой процесс. Потом про новые классы еще, много ходило слухов, но новых классов не будет, это я пока что говорю точно, потому что новостей от разрабов нет, есть только всякие слухи, предположения, но точной информации нет, поэтому пока что вот новых классов нет, останавливаемся на этом, ладера также не будет, следующая новость еще, то есть хотели изначально ладер, да, по уровням, но тут вот сказали, что рейтинга такого ладера все-таки не будет. Пофиксили некроманты чуть-чуть, это вот самый сильный класс был до этого на тестах, ну и его вот пофиксили, то есть миньонов сделали более слабыми, но таким же сильным классом остается, как я понимаю, некромант, то есть все-таки топ-1, но его по крайней мере сблансировали, то есть он хотя бы не таким сломанным теперь будет. Насчет скейлинга уровня, скейлинга, да, то есть у тебя, ну я до этого и на стримах показывал, когда бета-тест стримил Диабло, то есть есть скейлинг уровней, то есть у тебя уровень мобов, он всегда подстраивается по твой уровень, то есть ты сначала приходишь по той же локации, бегаешь, у тебя там седьмого уровня мобы, потом тринадцатого, то есть мобы растут вместе с тобой. Мне это не нравится, но тут это будет. Что очень мне понравилось, такая разрывная новость, что можно будет скипнуть кампанию, то есть это очень круто, я не знаю почему в пое это не ввели, я в принципе и годами этого ждал в пое, в итоге ввели в Диабло 4, соответственно тут появится возможность скипнуть кампанию после первого прохождения, то есть первый раз тебе точно надо будет пройти, и потом когда ты будешь другого персонажа качать следующего, тебе надо будет, точнее ты можешь, у тебя будет возможность, такая кнопка отдельная появится, чтобы кампанию скипнуть, я точно не нашел, как это будет происходить, то есть тебе сразу уровень надут, или как это будет происходить, но такой скип будет, и ты можешь не сразу скипать, то есть ты можешь какой-нибудь квест сделать, который ты хочешь, а потом уже прожать этот скип, но точно как это будет на практике осуществляться, я не знаю. Дальше по сезонам, как я уже сказал, тут будет сезон, как я понял, по 4 месяца или по 3, как лиги в пое, то есть первый сезон он будет уже со второй половины июля, вот я такую новость нашел, то есть в сезон смогут войти только те, кто персадок качают до 50-го, я такую информацию нашел, но во всяком случае время будет, то есть игра выйдет 6 июня, кстати в нее смогут со второго играть, те, кто купят, я не помню, какой это, ну вот у меня стандартная, стандартную Diablo я себе купил, она будет 6 июня, там по-моему со второго или с четвертого могут начать играть те, кто какое-то расширенное издание, там для люкс купят, что ли, что-то такое, ну, к сожалению, не так богат пока что, пока что, поэтому купил себе стандартное издание. Донатить я не буду, не планирую, потому что какой смысл, тем более, если можно будет внешне с мобов где-то выпить с боссов за бесплатного боевого пропуска, да, то зачем мне донатить, то есть пока что, по крайней мере, не планирую. Как-то так, такой вот дайджест новостей, если что, пишите в комментариях тоже какие-то такие интересные моменты, потому что, по идее, все пошерстил, да, то есть это самое главное, но вдруг что-то пропустил, посмотрим, потом еще какие новости будут, еще такую рубрику хочу потом попозже тоже записать, но может через неделю, или потом уже там поближе к выходу Диабло, ну и потом, разумеется, хочу стримить, прям если возможность будет, то в первый же день, 6 июня, в первый же день выхода, сразу же стрим с Диабло под рублю, если опять же важных дел в тот день не будет, а пока что как-то так, обязательно подписывайтесь, телегу тоже создал, подключайтесь, как говорится, реквизит в описании.